Привет, друзья! С вами Xabayt и я рад вас всех видеть в игрушке Jurassic World Z Game для мобильников. Вы можете сейчас лицезреть тот парк, который у меня получился после выпуска первой серии. И в этой части мы продолжим наше знакомство с игрой. Я вам сейчас расскажу более подробно о её некоторых особенностях, о которых я узнал за эти пару-тройку дней. Давайте начнём с того, что, во-первых, мне дали за достижение уровня башню сбора прибыли. Это очень удобно. Она у нас вот в центре экрана. Раз в две минуты она позволяет нам собрать прибыль со всех жёлтеньких подсвеченных участков. Довольно-таки немаленький кусок территории она охватывает. Единственная проблема, что её нельзя купить, её можно только продать. И она даётся раз в сколько-то уровней. Это очень неудобно. Лучше бы, по-моему, они сделали её доступной. Пусть бы она стоила, не знаю, миллион монет. Но, блин, чтобы можно было купить. Потому что одна это очень мало. Мне надо сюда как минимум ещё две, а то и три. К тому же, друзья, я наконец-то достроил биокупол. И у меня в нём уже живут существа различные из ледникового периода. Вы можете их вот сейчас наблюдать на своих экранах. Самые разные существа. Я их уже вывожу в схватки. Причём бывают даже совместные коллективные схватки с динозаврами. Но я считаю это уже лишним. Потому что там не действует никакая логика битвы. Там называется, кто успел первое пойти, того и тапки. Тот и победит. Следующий момент, о котором я вам хочу рассказать. Мне стала доступна торговая гавань, о которой мы с вами говорили в первой части. Эта гавань очень полезная штука, как оказалось. Нам здесь чаня вот эта бабёха предлагает различные ресурсы за другие ресурсы. Очень часто причём она это делает. И самое интересное, ребят, что логика игры очень быстро определяет, в каких ресурсах вы нуждаетесь. И она начинает вам их активно подсовывать. Будь то баксы. Вот я частенько беру баксы, мне предлагают баксы. Иногда я покупаю мясо. Мне вот часто предлагают мясо. Также бывает, что предлагают различные строения или украшательства для парка. Например, я сейчас покажу, у меня здесь уже собраны клумбы разные, фигуры велоцерактора и доисторический парк по 5-7 штук. Это я всё получил на халяву через эту гавань. В прямом смысле на халяву, потому что я всё это получил за ДНК, которое мы можем получать бесплатно. Да, это долго немного неудобно, но тем не менее, это вообще по сути халявный ресурс. Вы можете видеть, что у меня здесь сейчас идёт расширение территории парка. С каждым новым уровнем новый кусок парка стоит гораздо дороже и занимает его получение гораздо больше времени. Ну ладно, не суть. Вот вы можете сейчас наблюдать, как у меня подошла гибридизация к финалу. Попробуем сейчас получить гибрид колозуха. Возможно, нам повезёт, и он получится с первого раза. Да, повезло. Иногда получается, что приходится тратить ДНК по 2-3 раза на его выведение. Вот вы можете видеть, у меня сейчас два колозуха 20 и 11 уровня. Я сейчас буду откармливать маленького новенького, и мы будем скрещивать его дальше, чтобы получить 30 уровень. Я сейчас занят разведением земноводных, в частности, вот кулазуха, за тем, что у меня доступна схватка 11, нет, 19 уровня. И мы можем получить себе легендарного тернозавра. То есть мы побеждаем вот этого легендарного тернозавра 30 уровня и получаем возможность себе его выводить в неограниченном количестве. Единственная проблема, друзья, у меня нет бойцов, которые могут с ним справиться. Но так как у игры логика такая, что лягушки, то есть наши земноводные, могут одолеть хищника, причем очень быстро, я ради этого вывел вот стегоцефала 40 уровня, лимноцелеса 40 уровня, и плюс сейчас у меня еще будет кулазух 30 уровня. И я надеюсь, что эти три парня смогут одолеть этого тернозавра, в конце концов-то. А то получается, что у меня уже доступен уровень схватки 22, а я еще сижу на 19, потому что, ну, не могу я ни хрена одолеть тернозавра. Плюс еще к тому же нам будет доступен амфицион, это существо из ледникового периода для нашего биокупола. Так, давайте сейчас мы откормим этого кулазуха быстренько. Кушай, родной, наедайся. Так, вот, все, у нас есть два кулазуха 20 уровня, и мы можем спокойно сейчас их отправить в разведение. Нам нужно для этого 60 единиц ДНК, разведение займет минимум час, скорее всего два, а может быть даже и три. То есть нам придется уже потратить не 60 единиц ДНК, а там минимум 120, это прям вот не умершь. Ну, не суть, я его потом попозже запихаю в разведение. Так, соберем денежку. Также, друзья, у меня расширяется мой океанариум с водными динозаврами. Вот, например, у меня есть бакулит уже. Также, жалко, что очень сложно их прокачивать. Они очень редкие, очень дорогие, стоят там по 2,5 тысячи, ДНК, каждый особь. Плюс на выведение тратит очень много времени, и на кормежку тратит очень много еды. И к тому же, к тому же, участвовать в боях с помощью водных существ или существ из биокупола, это очень дорогое удовольствие. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Так, у нас закончилось производство жрачки, срочно запускаем следующую партию. Я, кстати, ребят, приноровился. Здесь можно включать производство еды сразу 5 партий подряд, но при этом каждая партия стоит в разы дороже предыдущей. Ну и хрен бы с ней. Я трачу, допустим, там 150-200 тысяч, иду спокойно, делаю свои дела, перехожу через 5 часов, у меня, блин, 150 тысяч еды готовой, без проблем есть. Я беру, просто спокойно откармливаю, каких мне нужно динозавриков. Также, друзья, я из карточки получил устройство слежения за солнцем. Ну, по сути, это солнечные батареи, возможно, они тут используются для выработки энергии, там, не знаю, ничего-нибудь. Я их поставил рядом с биокуполом, пускай себе стоят. По уровню они мне будут доступны еще там, уровни через 50 примерно. Так что это очень хорошая вещь. Как я уже говорил, игра очень лояльна к халявным игрокам. То есть, нам не обязательно тут закидывать кучу тонну доната, хотя она его всячески вымогает. Мы можем спокойно прожить за счет халявных ресурсов и халявных карточек, которых тут дают в избытке просто за все подряд. Пускай там не такие редкие динозавры, но... ну и ладно. Например, вот в событиях вы сейчас увидите, тут полно легендарных может выпасть, так что все отлично. Например, мне выпал легендарный динозавр, вчера, я не помню его название. В общем, его выведение занимает аж двое с лишним суток. Вот я его вчера зарядил, и смотрите, мне еще практически сутки ждать, чтобы он вывелся. Тем не менее, мы можем его ускорить за баксы, но я не собираюсь тратить баксы. Пускай он там потихонечку себе вылупляется, спешить мне абсолютно некуда с ним. Ну и отдельно я хочу вам рассказать сейчас про схватки, меню схваток. В тот раз мне не совсем не получилось вам все показать. Смотрите, мы заходим в схватки, выбираем самый первый пункт события. И как вы можете видеть, здесь сейчас накидано целая гора анонсов и уже действующих событий, в которых мы можем участвовать. Давайте сейчас подробненько я вам о каждом расскажу. Например, смотрите, вот вчера вечером появилось событие монстра биокупола. Мы можем выбрать сюда любое наше существо из Кайнозойской эры. Это будет халявный бой, я вам сразу скажу. Посмотрим, что нам выпадет. Нам выпадет, смотрите, какое-нибудь животное, суперредкое или легендарное, или редкое. В общем, какая-нибудь новая особь для биокупола. Надеюсь, что еще-нибудь нам повезет легендарное получить. Плюс еще там будет целая тонна ресурсов. Там просто и хора. Да, смотрите, в карточке номер 3, вот смотрите, куча монет, куча ДНК, куча еды. В общем, я надеюсь, сейчас нам отлично повезет. Хотелось бы, конечно, или бакс, или ДНК получить на халяву побольше. Так, мы жмем битва, потому что у нас уже событие кончится через 2 часа. Надо сейчас по резку моего пройти. Смотрите, у нас всего лишь один противник. Это синтитоцерас. Это у нас какой-то древний олень второго уровня, суперредкий. Он такой слабоват, конечно. Но в одиночку мы его не одолеем, потому что у меня нет даже пещерных существ, которые могут долбить у нас снежных существ. У меня только есть снежные существа и есть еще хищники, так называемые. Так, давайте сейчас мы выберем троих самых мощных и завалим этого оленя. Я даже не буду париться, вот прям подряд их буду выбирать. И смотрите, как я и говорил, участие в событии с помощью биокупола, это очень дорого. Сразу 75 косарей у нас улетает просто в никуда. Я надеюсь, что мы сейчас... Ой-ой-ой, смотрите, у нас олень-то может отыметь всех моих зверей. Просто, блядь, и легко. Он может их... Блин, зачем я взял и переходил? Ой-ой-ой, сейчас мы проиграем, потому что я случайно нажал не то. Просто вообще случайно. И мы, возможно, сейчас и проиграем. Так, ну давайте не будем, наверное, тратить существенно броню. Сейчас мы будем его улупить по максимуму. У него нет сейчас преимущества. Перед нами никакого. Абсолютно. И, возможно, даже мой депротодон 20-го левела сейчас сожрет этого оленя. Но далеко не факт. Я думаю, сожрет, потому что этот оленчик даже не может нас пробить. Смотрите, у меня уже три бонуса, я сейчас просто его вынесу, наверное. Легко и просто. О, вот это я понимаю, халявный бой. Можно было не париться, наш вот этот доисторический медведь просто съел олень на завтрак. И мы получаем халявный бонус. Смотрите, когда мы выигрываем, нам предлагается крутануть рулетку, из которой выпадает нам рандомное существо какое-нибудь. Мы ее вот крутим, крутим, крутим. Возможно, нам даже выпадет полный набор карточек дополнительный. Было вообще шикарно. Но мне хотя бы какое-нибудь редкое там или легендарное существо. Опа, мегатерий, мегатерий, блядь. Ну ладно, пускай будет глиптодом. Мегатерий прошел мимо нас. Бывает. Да, вот самое интересное, ребят, оказывается, не всегда тут дается набор карточек за выполнение события. Потому что вы сейчас могли видеть, что мне досталась только карточка с животным. Ну и ладно, мы его закинем в инкубатор. Возможно, даже я это сделаю сейчас. Придется активировать нам за 10 баксов инкубатор. Пускай он выводит себе. Сколько там, 5 часов будет выводить. Ну, пускай, ладно. Иногда бывает так, что за выполнение событий дается еще и полный набор карточек просто так. Ну, ничего страшного. Например, вот событие следующее, что скрывается внизу. Состоит оно из трех этапов. Мы можем сюда пихать абсолютно любых наших динозавров в этот бой. Но тут дело в том, ребят, что уже они тут, смотрите, противники все редкие. Все третьего левела, почти пиксатого уровня, очень жестокие. И, в общем-то, мы сейчас, если будем биться, пройдем первый левел этого события. И со следующим левелом у нас противники уже будут намного мощнее. То есть, скорее всего, я загнусь уже после первого левела и не смогу пройти дальше. Потому что призом у нас является суперредкий. Стринакра, Нерум, это водный динозавр. Это необычуя. Плюс еще нам дадут кучу ресурсов. Это уже гарантированно, потому что выпадет вот набор карточек. Именно набор карточек выпадет. А нет, не так, как в прошлом событии, либо то, либо то. И дело в том, что это очень сложно. Также вы можете видеть анонсы следующих событий, которые начнутся через 2 часа. Например, вот схватка редких динозавров. Нам придется тоже в 3 этапа ставить на бой двух динозавров редкого вида. При этом мы можем выиграть тоже себе какого-нибудь редкого динозавра. Это прям 100% набор карточек нам выпадет. Также начнется событие. Будьте, защитите свою территорию. Сюда можно ставить любых динозавров. Два этапа. Выпадет нам, смотрите, что-то легендарное или супер редкое. Водные динозавры выпадут. Это очень круто. И по сути это будет халявный бой, потому что тут без ограничений, безо всего. Это будет круто. Через день вот начнется сложное задание сохранения динозавров. Нам придется пройти бой без нокаута. То есть, чтобы все бойцы остались живы, насколько я понимаю. Затем у нас через день будет визит важной персоны. 500 очков доверия, главный приз. Если мы пройдем это событие. Я думаю, оно будет тоже халявное. Будет у нас через пару дней битва за выживание. Это халявный бой, где дают тонну еды за победу. Это прям гарантированно каждый получит. И через два дня будет чудовище глубин. Тоже мы можем ставить любых абсолютно динозавров. И тоже получим, вот смотрите, какой-нибудь шикарный бонус. Как я уже говорил и повторюсь, игра лояльна к халявным игрокам. Вполне можно обойтись и без донейта. Ну и напоследок, ребят, я вам сейчас расскажу об одном событии, которое тут идет уже четвертый день. Как видите, осталось два дня, семь часов. Называется она у нас Дрожь Земли. И главный приз этого события Индоминус Рекс. Индоминус Рекс, как вы помните, из одноименного фильма. Это очень мощный динозавр. Он крафтится у нас из тираннозавра 40-го левела, легендарного. И крафтится он у нас из супер-реткого велосераптора 40-го левела. Доступно мне это будет, хрен знает когда. Крафт займет очень много времени, чтобы получить хотя бы одного Индоминус Рекса. Хотя бы 10-го левела. Но сейчас мы его можем получить, просто поучаствовав в битве. Но дело в том, ребят, что здесь категории победителей разбиты на несколько уровней. Как вы можете увидеть. Вот смотрите, здесь 6 уровней победителей. Самый лучший получит, естественно, набор карточек, в котором гарантированно будет вот этот Индоминус и куча бонусов. Ну и более низкие победители получат тоже тут разные плюшки. Меня сейчас сдвинули в категорию лучшие 50%. Все дело в том, ребят, что игра имеет очень хреновый рандов. То есть вы вот идете в бой, ставите там своих самых таких топовых, допустим, бойцов. У меня вот, смотрите, один тут еще недоступен. А, ну мы же сейчас им бились. Вот смотрите, я ставлю, да, самых топовых бойцов своих сейчас на ринг. Самых-самых прокачанных. И попробуем с вами поучаствовать в битве. Как вы могли заметить, сейчас старт был бесплатный за просмотр ролика. И сейчас вы увидите, насколько херовый рандом. Вот вы можете сейчас уже увидеть, что против меня поставили двух легендарников. Один из них, блин, сорокового, сука, левела. То есть я ему ни хрена сейчас не сделаю. Это, ну это, короче, бесполезняк. Я ему просто ничего, я ему пощекочу просто нервы и все. Давай, Алангазавр. Ни хрена он убил его нахер легендарника. Так, следующий, Зухамим, против нас. Против него мне надо ставить Стива Цефала. Ну, смотрите, получается он ходил первый. Я по-любому сдохну. Счет 1-1. Шансы победить у меня равны просто нулю. Просто нулю. Сейчас мы даже если поставим Стива Цефала, я его не пробью. Ну, ладно, пофигу. Я все равно уже с заведомо проиграл. Просто нереально выехать. Как? Сейчас он с вами Зухамим, он меня просто отымеет. Смотреть не стал. Тогда мы знаете, что сделаем? Мы сейчас пробиваем его и два хода пропускаем. Может я, конечно... Блин, не пробил. Твою мать, я его не пробил. Тут вот никогда не угадаешь, блин. Сколько этот пидор поставил противник? Сколько противник поставил брони и чего? И ведь я не смог пробить его броню сраную. Ну ладно, у меня теперь есть возможность грохнуть его аэртитана просто. Сейчас мы по максимуму его 730, блин. И остальное все в броню пустим. Пробьем или нет? Нака, блин. До свидания, аэртитан. Супер редкий птерозаврик. Блин. Все. Он меня сейчас отымеет. Сейчас Зухамим его, меня просто сожрет. Ха, лох, лошара, блин. Ну что, пробьем, ребят, рискнем. Потому что у меня один шанс, чтобы его пробить. Давайте сейчас пробьем, попробуем. Нака, бля. Шикардос, я его победил. А все, ребят, потому что я уже вкурил логику боя. О ней мы поговорим отдельно. Разберем какой-нибудь бой. И смотрите, мы выиграли. Нам предлагают опять крутануть рулетку. Давайте, нам сейчас выпадет что-нибудь вообще рандомное. Тут хрен угадаешь. Может быть вообще какая-нибудь ереки выпадет неинтересная. Очки, 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 блин. Ну нахрена мне ДНК. Лучше бы, блин, 150 очков выпало. И смотрите, мы крутанули один раз, получили бонус. И теперь мы можем за просмотр ролика крутануть второй раз. Тоже получить бонус. Итак, друзья, мы сейчас посмотрели ролик. И у нас крутится рулетка дальше. Это опять отсылка к тому, что игра очень лояльна к халявным игрокам. Смотрите, жмем, остановить. Что-нибудь нам сейчас может умный. Давай, давай, я смелодон. Смелодон, смелодон, блядь, да не нужны мне баксы. Ну, видите, невезучий я. Никогда я в лотерею, блин, не выигрывал. Ни хрена. Ни в одну. Ну, если не считать того, что мне выпал случайно, блин, один раз из тысячи мне выпал вот этот легендарный динозавр, про которого я даже не помню, как его зовут. Плюс еще, к слову, выпал мне Раджазавр. Супер редкий тоже из карточки. И выпал из карточки Алазавр. Ну, они у меня так пока для декорации просто стоят. По-хорошему я, конечно, буду всех подхармливать, прокачивать, чтобы парк приносил как можно больше денег. Сейчас за один сбор у меня получается больше 200 тысяч монет. Это примерно где-то раз в 2 часа можно собрать 200 таких монет. Если собирать почаще, то еще больше. Ну, что ж, ребят, на этом наш обзор заканчивается. Сейчас я уже по максимуму вам все рассказал и все показал. Теперь вы полностью знаете все про эту замечательную игру. В следующем ролике мы произведем разбор какого-нибудь боя, где я подробно расскажу, как правильно выбирать бойцов и как правильно им пользовать, чтобы у вас шанс победить был хотя бы процентов 80, а не так, чтобы вы просто в тупую слились. Всем огромное спасибо за внимание. Ставьте, ребят, лайк, подписывайтесь обязательно, заказывайте новые обзоры, рекомендуйте нас друзьям, делитесь в соцсетях. Всем пока!